В летнее время спасатели практически каждую неделю выезжают на поиски людей, заблудившихся в лесу. Кого-то отыскивают благодаря вертолету, а некоторые и сами находят дорогу домой. И все потому, что знают, как вести себя в лесу. Эти простые правила сегодня напомнит Петр Неупокоев. Итак, вы заблудились, фактически попали в паутину сибирских лесов. Сейчас самое главное не паниковать. Страх, злейший враг даже для опытных путешественников. Важно попытаться найти дорогу домой. Посидели, успокоились, подумали. Теперь пора выбираться из лесу. Если где-нибудь рядом протекает ручеек, спускайтесь вниз по течению. Скорее всего, он впадает в более крупный водоем, рядом с которым могут быть люди. Если вы поняли, что засветло найти дорогу домой не получится, лучше приготовиться к ночевке. Готовиться к ней лучше засветло. Выбрать высокое сухое место и заготовить побольше дров. Возможно, ночевать в этом месте вам придется не одни сутки. Умереть с голоду в сибирской тайге, скорее всего, не получится. Особенно летом, когда в лесу полно грибов и ягод. Вот, например, костяника. На этой полянке ее очень много. Но есть один минус. У таежной ягоды слишком мало калорий, поэтому желудок много ее не примет. Другое дело, грибочки. Тем, кто заблудился в лесу, специалисты советуют есть только то, что знакомо. Этот гриб, я знаю, это сухой грусть. Но прежде чем его съесть, стоит мелко порезать и отварить в двойной воде. Если кастрюли при себе нет, подойдет и консервная банка. Перемещаясь по лесу, делайте небольшие остановки. В тишине вы можете услышать звуки большого города, железные дороги или автомагистрали. А это уже спасение. Ну, а в другой раз, собираясь за грибами или ягодами, подумайте о том, что в лесу, возможно, придется провести не одни сутки. Подготовьтесь основательно. Возьмите нож, спички, карту и компас. Это поможет. Петр Неупаков, Александр Дудин. Новости по будням.